Доброе утро! В нашей студии настоящие мужчины, еще и талантливые Андрея Мерзликина, актер театра и кино, Алексей Барыкин, режиссер. Доброе утро! Доброе утро! Андрей, вы в Казани не случайно принимаете участие в фильме нашего земляка Алексея Барыкина, княгине Елизавете Федоровне Романовой. Чем вас увлек Алексей? Ну, в первую очередь, то, что это опытный большой профессионал в своем деле, это намного важнее. В первую очередь, потому что важно, с кем ты собираешься работать, тема серьезная, просто так мы не соглашаемся, всегда думаем, куда идем, зачем идем, внимательно изучаем сценарий. И, конечно, важна личность режиссера, личность автора фильма, потому что любой документальный фильм – это авторская позиция. Лучше я думаю, что все-таки тема тут важна, уж не изменились. Так я думаю, важна тема, но смотря, кто ее исполняет. Все-таки это Елизавета Федоровна, главное, что это тема. А вот как вам кажется, в чем главная заслуга княгини перед Россией? Я думаю, что как раз основные плоды будут ясны сейчас, спустя уже какое-то время, даже уже, скажем так, век, век, ровный век прошел с тех печальных событий. И не зря мы к этим событиям возвращаемся, потому что есть возможность переосмыслить. Ну, это, конечно, сейчас модно говорить, то, что мы утеряли, но, по большому счету, действительно, то, чем жили люди того поколения, что для них было ценно, что было для них важно, мне кажется, на нашем таком размытом пространстве очень необходимо окунуться в ту атмосферу, и особенно в лучших людей, лучших представителей того времени. Елизавета Федоровна, безусловно, является одним из столпов, одним из таких важнейших, наверное, ярких фигур своего времени, на которых, по большому счету, мы можем равняться сегодня, особенно в деятельности. Не обязательно говорить о каких-то сугубо личных ее проявлениях и победах в области веры, в области становления, спасения своей души, но я говорю именно с точки зрения государственной деятельности, сколько она успела сделать для страны, для народа, для людей, начиная с каких-то элементарных вещей с помощью ближнему своему. И, как бы, всегда это звучит пафосно, помоги ближнему своему, но это иногда доводит до таких крупных плодов, когда мы можем говорить о Марфо-Мариинской обители, уже как не просто неком подворье, где делают добрые дела, а как большому государственному. Даже был план у нее, жалко, не смог воплотиться, она хотела, чтобы в каждом городе был такой подворье, и это была бы такая большая система помощи целой стране. Да. Алексей, наверное, многие удивятся вашему выбору княгиня Романова и Казань. Чем они связаны? Ну, связывает ее много, она здесь много была, у нее здесь был духовник, как говорил Седмиозерный, это, ну, Седмиозерная пустыня недалеко находится от Казани. А вообще она приняла, у нас сейчас строится храм на месте, где была найдена икона Богородицы Казанской. Вот в этом храме, в прежнем, который был разрушен, она обустраивала подземную часовню как раз на месте обретения. В общем, ну, достаточно много, что ее связывает с Казани, но вообще, конечно, это масштаб фигуры такой совершенно библейский, можно сказать, потому что ее история, если ее, наверное, многие даже знают, знакомые, может быть, из наших зрителей, но если познакомиться, это удивительно, это такая история, которая, вот, как сказать, писатель не напишет, не придумает настолько мощное вот событие, как то, что происходило в реальности там. Это просто потрясающе драматично и очень символично, то, что с ней происходило. Расскажите, пожалуйста, где еще пройдут съемки? У нас уже прошли съемки в Иерусалиме, прошли съемки в Москве, в Алапаевске, в Екатеринбурге, ну, вот сейчас в Казани мы снимаем в павильоне с Андреем, Дармштадт будет одна из точек, где мы будем снимать еще. Почему на роль княгини выбрана Илза Лиепа? Она не на роль княгини, все наши артисты, они все-таки являются рассказчиками, они не перевоплощаются в роли конкретных исторических персонажей, но Илза Лиепа, она очень хорошо подходит по образу, вот, передает этот образ Елизаветы Федоровны чем-то. Потом их даже, ну, просто много объединяет, потому что Лиепа, она ведь, ну, можно сказать, из протестантской традиции сама, она крестилась тоже с именем Елизавета, она очень много, ну, очень увлечена этой темой, много исследовала, то есть это для нее не просто роль, это для нее такой некий жизненный поступок важный, вот. Ну, я думал, что это знак, мимо которого просто нельзя было пройти, и вот я ее выбрал и очень доволен. Это, ну, изначально нас познакомил Николай Бодоляев, но это было, думаю, что счастливое знакомство. И вот такой, наверное, вопрос. Не боитесь ли вы конкуренции вашего фильма об Елизавете Федоровне с Первым каналом? Я думаю, этот вопрос нужно адресовать, да, нашему гостю. Я думаю, что, я чуть-чуть так амбициозно скажу, на сегодняшний день бояться конкуренции с Первым каналом точно не надо, потому что, по большому счету, общий уровень производства любого контента ТВ настолько высок на каждом канале, что это уже Первый канал должен бояться. Более того, Первый канал давно не является вершиной чего-то такого, чего мы должны были бояться. Последний год, наоборот, Первый канал показывает, как немножко сделавший шаг назад. Мы год смотрели про Шурюгин и про Джигарханяна, что, если честно, кнопку номер один я обхожу стороной, как канал, который, по большому счету, не показывающий нам, как надо. Не конкурент. Вы, наверное, знаете, что мы говорили с Безлуковым по поводу участия в фильме, да? И он сказал, что я как раз снимаюсь вот на Первом канале в этом фильме. Насколько я знаю, вот по, так сказать, то, что там в Елизаветинско-Сергиевском обществе сказали, его консультируют там, он играет Феликса Юсупова. То есть они все-таки, это игровой фильм, они перевоплощаются в роли. Он не захотел, ну, участвовать в двух проектах на одну и ту же тему одновременно. Ну, в данном случае, как Бог даст, думаю, что вот как оно складывается, так оно должно быть. Во всяком случае, одно можно сказать, Первый канал, ну, при всем, как сказать, они все-таки производят некий форматный продукт, который соответствует каким-то критериям. Мы в данном случае не завязаны жестко на какие-то творческие конструкции, у нас больше свободы, и поэтому, ну, во всяком случае, мы можем быть не менее интересны. Думаю, что так. Удивительное дело, соревнования в этом виде спорта, оно отсутствует. Наоборот, мы все работаем на одном месяце с двумя с двумя. Первого канала посмотрят очень важную тему. Ваши зрители, зритель Алексея, мой зритель. Ну, все зависит от того, что широта аудитории будет охвачена достаточно серьезно, и поэтому, как говорится, дополняем друг друга. Чем мощная тема будет снята, тем лучше награждаться. Это прекрасно, действительно, грандиозная работа вами выполняется. Мы желаем успехов творческих вам в вашей работе. Я думаю, что казанские съемки для вас пройдут довольно хорошо и легко. Я думаю, вы уже успели и город посмотреть. Да, Алексей сделал потрясающую экскурсию. Я нахожусь под глубоким впечатлением. Вчера даже минуту долго звонил супруге и рассказывал, что тебе нужно обязательно сюда приехать вместе со мной. Добро пожаловать в наш город. Рады были с вами побеседовать. Спасибо. Мы продолжаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова